В эти минуты в Верховном суде Республики оглашают приговор участникам наркокартеля. По версии следствия, они снабжали таблетками с синтетическими химикатами посетителей ночных клубов Казани и соседней республики. Конспирация у них была почти как у профессиональных шпионов, но и она не помогла. Ваша честь, я виновен. Виновен только в том, что хранил наркотики, идя на поводу у друга, заявил сегодня в суде в последнем слове один из подсудимых и попросил не лишать его свободы, назначив условный срок. 11 лет, предложенных для него гособвинителем, он назвал вечностью. И кажется, только сейчас осознал, до чего довело желание разбогатеть на наркотиках. Студент одного из вузов, бармен, охранник, начальник службы безопасности ночного клуба. До того, как попасть в руки к следователям, многие из этих людей даже не догадывались, что являются звеньями одной наркоцепи. Столь пристальное внимание конспирации уделялось в этом наркокартеле. Снабжать афетаминовым допингом ночные заведения Татарстана и Чувашии, по версии следствия, они начали в 2010 году. Среди участников преступного сообщества некоторые состояли в ОПГ «Жилка» и в ОПГ «Вражный двор». Их связывали между собой родственные связи, дружеские отношения, а также то, что они проживали в одном районе. Всего по уголовному делу проходит 8 человек. Двое из них полностью признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге один уже осужден к 8 годам лишения свободы. А второй, к слову, лидер по версии следствия этого наркокартеля, скоро также предстанет перед судом. Еще один продавец синтетики находится в розыске. А оставшимся пятерым сегодня суд начал оглашать приговор. Инна Данилова, Айдар Кунафин, Вести, Татарстан.